Новость о том, что в Карачаево-Черкесии пресечена нелегальная торговля краснокнижными леопардами, появилась в лентах различных информагентств 8 декабря. Источником этой информации стала пресс-служба МВД. Тогда же и к нам в телекомпанию «Черкеск» за помощью обратились коллеги из федеральных телеканалов в поисках видео того самого нелегального зверинца, в котором содержали животных. Однако искать эти кадры нам долго не пришлось. Оказалось, что совсем недавно, в сентябре месяце, телеканал «Архиз-24» снимал репортаж о рождении двух маленьких леопардов в зооприюте поселка Красный Курган. 14 августа в зооприюте «Лань» в поселке Красный Курган Малокарачаевского района произошло знаменательное событие. Четырехлетняя самка леопарда по имени Звездочка стала мамой двух прекрасных малышей. Тогда об этой новости также сообщили многие федеральные СМИ. Ведь размножение леопарда в неволе – достаточно редкий случай. Хозяин зверинца, Расул Тикеев, достаточно известен среди любителей дикой природы. В своем зооприюте «Лань» он содержит и других животных – львов, верблюдов, медведей, орлов, пятнистых оленей, есть и краснокнижный зубр по кличке Малыш. Секретом это ни для кого не было. Расул с удовольствием показывал и рассказывал о своих питомцах журналистам, туристам и заезжим видеоблогерам. В том числе и о Звездочке – той самой самке леопарда, которая уже во второй раз принесла потомство. Откуда приехала? «Приехала, из частных рук приобретали, привезли, продали, приобрели». То, что этот человек любит животных, видно невооруженным взглядом. Однако одной только любви, как оказалось, недостаточно. Окрепших пятнистых малышей уже должны были передать в зоопарк города Грозный. Однако на этом этапе, видимо, что-то пошло не так. Что именно – не ясно. С Расулом Тикеевым нам связаться не удалось, а в МВД по КЧР от комментариев воздержались, мотивируя тем, что еще идут следственные действия. Тем временем сотрудники полиции в рамках оперативных мероприятий изъяли двух взрослых особей леопардов и отправили их на временное содержание в Тибердинский государственный заповедник. А по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «За незаконное содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Печальный факт – содержание в неволе краснокнижных животных. Неизвестно, каким образом на сегодняшний день попали к нему эти животные. Дело в том, что для содержания в зоопарках, либо в частных, либо в любых частном владении, необходимы разрешительные документы. Для того, чтобы содержать эти зоопарки, должны быть предусмотрены условия содержания животных, паспорта этих животных должны быть, должны быть соответствующие санитарно-эпидемиологические условия соблюдены. В Тибердинском государственном заповеднике с условиями содержания животных все в порядке. Пока генетический материал по определению под вида леопардов отправили на экспертизу, новых постояльцев определили в просторные вольеры. Но, судя по всему, и на прежнем месте они чувствовали себя неплохо. Леопардов к нам привезли 1 декабря, привезли в хорошем состоянии, на временное содержание. Пока там ведется какое-то следствие, мы конкретно подробностей не знаем, они будут содержаться в вольерах Тибердинского заповедника. В первый день, говорят сотрудники заповедника, леопарды от перевозки испытали стресс и поначалу даже не подходили к еде. Но вскоре освоились, и зверский аппетит восстановился. Расскажите, какой рацион у этих животных, у леопардов? У леопардов это свежее мясо, не замороженное. Это самый такой основной фактор, чтобы он не был замороженным. 3-4 килограмма кормят их раз в день и в неделю делают один день разгрузочным. В неделю даем один раз живой корм, чтобы он ел его именно шерстью. Ну, например, обычно у нас содержится для кормления кролики. В неделю даем одного кролика каждому. И вот каждодневное 3-4 килограмма мяса. Когда-то переднеазиатский леопард был распространен на горных территориях Кавказа. Однако массовое браконьерство привело к тому, что уже в середине прошлого века их остались единицы. А после они и вовсе исчезли. Сегодня экологи пытаются восстановить популяцию этих красивых хищников. Так, в прошлом году на границе Краснодарского края и Карачаева Черкесии были выпущены в дикую природу 3 переднеазиатских леопарда из сочинского питомника. Что же касается этого семейства их сородичей, то мы будем следить за развитием событий. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко, Рамазан Токов. Итоги недели.